Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой дом. У нас была такая метель всю ночь, весь вчерашний день. А здесь на подоконнике просто весна. Затвела в зале такой красивый цветок, прям большой, громадный. И еще есть бутончик сбоку. Конечно, наверное, вообще обалденно смотрится, когда все вот это вот цветет. Но даже этот цветок так радует в эти морозы, вот просто. А вторая залия, она вообще белая. Но она сейчас просто не цветет. Я, знаете, чтобы сильно не высыхала земля, я, знаете, на что их поставила? У меня такие тут свечки на подставках. Вот, и я, в общем-то, на эти свечи поставила. Это из фикс-прайса была свеча, я ее обклеивала. Подставка, тучка, какая-то свечка у меня тоже из фикса стоит. Вот, я взяла, в общем, повыше их поставила, чтобы от подоконника не так холод идет. И жар от батареи, чтобы вот сильно так не сохло. Здесь у меня, помните, мы с вами вместе садили все вот это вот, только вот это загибается, загибается. Что-то ей, в общем-то, не так. Кстати, я вам не снимала. У меня любят цветы свести чем-то удивительным. Вот, видите, вот это вот у меня уже цвело отдало так вот длинный-длинный росток. И это вот в конце была вот такая вот верхушечка цвело. Сейчас снова опять, видите, из серединки что-то дает. Поэтому у меня цветы любят. Смотрите. И там в серединке что-то. У меня вообще они любят вот такие экзотические цветы зацветать. Я не знаю, как это происходит. Начинаю читать. И там пишут, что в домашних условиях это очень редко происходит. И все в таком духе, что там цветоводы пытаются это добиться. Вот сколько деток у меня тут. Раз, два, три. И там еще четыре надо от них будет. Отсадить их куда-то. Чтобы вот мой такой дендрарий, так скажем, или как это называется, правильно? Не нарушался. Это спатифилум пока не цветет. Но вы знаете, что я его реанимирую после отпуска. Когда муж ухаживал за цветами. И спатифилум пришел просто в негодность. Он весь вот такой вот был сухой. И это можно сказать, что он у меня плавненько. Плавненько. У меня вообще вот весь такой был. Плавно разрастается. Так, здесь у меня вот эти. И зимиокулькас. И сейчас я вам покажу зимиокулькас, который цветет. Может быть, вы уже видели. Это прям явление такое редкое. Пошлите посмотрим, Настя, в комнату. Вот там зимиокулькас цветет. Ну, в общем, вот у меня вот эти вот тоже. Похоже, цвести собрались. Вот у меня любят. Такие экзотические цветы цвести. Я не знаю. Я ничего с ними не делаю, честно. Видать, аура такая у нас какая. Скажу вам еще раз. Вот зимиокулькас у Насты в комнате на полу. Как я вам говорила, с окна убрали, потому что у нас вообще зима очень холодная, морозы, и там холодно. И вот такое вот цветение. Посмотрите. Потемнело, да? Это я прочитала, ну, слава богу, этот гугл в помощь, да, что такое цветение в домашних условиях происходит очень редко. Я думала, будет вот такая же новая стрелочка. Очень редко цветет в феврале. Здесь вот еще какой-то росток. В домашних условиях это происходит очень-очень редко. И вещь такая, в общем-то, нечастая. Выдает вот такую вот стрелку. И потом короткий стебель. И здесь еще типа того, что вызревают какие-то коричневые. Вот, да. Когда я вам снимала до этого, такого не было. Ну, да, созрева дело не доходит. Но, в общем-то, зимиокулькас оказывается цветет вот так. Прошлой весной у нас также цвел. Для меня это вообще первый раз. Вот этот вот цветок. Выдал такую стрелку. Мелкие беленькие такие цветочки. Пах липкий был. Такой сначала такой сильный аромат. Мы его даже, да, насти убирали на балкон. Правда? Угу. Ну, мне кажется, это было апрель-май. Было тепло, потому что уже вот он тогда решил цвести. Так что у нас часто бы, вот, мы стали замечать, что у нас вот такие какие-то экзотические, так скажем, растения несвойственно начинают цвести. Ну, в общем, здесь вот какая-то мизерная стрелочка еще решила, в общем-то, появиться. Ничего особенного не делаю. Вы спрашиваете, что я с ними особенного делаю? Ничего особенного не делаю. Вот, стоят тут вот так вот, как бы, не заливаю. Вот, раньше я страдала очень сильно. Так за ними, за всеми следила, ухаживала. В общем, заливала, и у меня портились цветы. Сейчас вообще, в общем-то, стараюсь о них и не вспоминать, чтобы не заливать, не поливать. Вот только поливаю часто азалии. В общем, они вот так вот стоят у нас тут в одинаковых горшочках. Еще есть и кактусы, и орхидеи, и улюхи там цветы. В общем, действительно, цветов много. Хотелось бы еще каких-нибудь интересных. А вот здесь надо что-то сделать. Ну, это все весной уже там. О чем-нибудь это. Тут потому что тоже уже какой-то замученный листик кинули. И все в порядок потом приведу. Когда потеплее станет, пока их тревожить, вообще не буду. Потому что у них свое пробуждение, цветение, свои, в общем-то, дела и заботы. Они без меня, видите, сами знают лучше. Вообще, что им делать? Вот так поливала и обнаружила. Почитала вчера. Тут еще, оказывается, коричневые какие-то штуки будут. Вот такая аура. У Насти, значит, вот этот вот цветок цветет. Это такое вот цветение, да, неприметное. Ну, неприметное, конечно, но цветение этого цветка, оно такое. У Илюшки белые цветы, у меня залия зацвела. В общем, у кого что. На кухне орхидеи стоят мертвым грузом, как говорится, и не реагируют ни на что. Но там, я думаю, холодно от балкона, поэтому они вообще вот просто в таком замороженном состоянии. Хочу вам показать и познакомить вас с вот такой вот биологически активной добавкой. И это биологически активная добавка коллаген, производство Германии. А вот, посмотрите, здесь у нас гиалуроновая кислота Одерштерн. А состав гиалуроновая кислота, сколько содержит? 90% соли, гиалуроновая кислота, натрия, металлигидризирует целлюлеза, оболочка капсулы, микрокристаллическая целлюлеза, наполнитель. Рекомендации по применению. И вы знаете, с 25 лет уже, конечно, не столько вырабатывается коллагена уже в коже. Вот такая вот инструкция тоже вместе шла. И поэтому кожа, конечно же, обвисает, кожа начинает стареть. И вот такие вот биологически активные добавки позволяют содержать в порядке, дополнить необходимое количество того, что уже организм не вырабатывает, кожа не вырабатывает. И вот эта гиалуроновая кислота омолаживает кожу, восстанавливает ее структуру, упругость и эластичность. Хорошо увлажняет кожу, замедляет естественные процессы старения, защита от фотостарения, разглаживания мелких морщин и, может быть, альтернативной инъекцией биоревилитализации. И помогает кожу подготовить к косметическим процедурам. Мы косметические процедуры делаем и в домашних условиях, такие как маски, пилинги. И, конечно же, дополнение к этим процедурам, красота изнутри нам не помешает. И применение биологически активной добавки продлевает эффект после мезотерапии, контурной пластики, заживляет, регенерирует кожу после пилингов и шлифовок. Способствует улучшению заживления кожи, предотвращает образование рудцов после пластических операций. На суставы еще благоприятно воздействует, стимулирует образование синовилиальной жидкости, регенерирует, восстанавливает суставной хрящ. Уменьшает жесткость суставов, способствует мобильности. Помогает справиться с последствиями профилактических спортивных нагрузок и травм, защиту суставов, позвоночника у людей с лишним весом. Для всего этого нужна вот и гиалуроновая кислота. Здесь также дальше у нас, что это высокодозированный продукт, содержит 150 мг чистого низкомолекулярного гиалуроната натрия в каждой капсуле. Не содержит генетически модифицированных веществ, желатина, глютена, лактоза, ароматизатор, красители, сахар и подсластители. Консервант веществ животного происхождения. Сертифицирован в Германии, зарегистрирован в России. Вот такой вот сайт вы видите. Ссылочку на инстаграм оставлю. Поэтому загляните, посмотрите. Для организма недостаточно в продуктах того, что мы употребляем. Этого, конечно, недостаточно. И поэтому нужно поддерживать обязательно организм изнутри какими-либо еще дополнительными препаратами. И вот я буду такое вот использовать в своем рационе. Добавляйте вот такую вот биологическую активную добавку. Она веганская, вы видите. Микромолекулярная. Премиум квалитин. Ну, то есть, вы сами все видите. Давайте откроем. Все запечатано очень хорошо. Еще была дополнительная упаковка, которую я сняла и думала, что быстро смогу вам открыть и показать. Открыла. Посмотрите, здесь еще дополнительно упаковано. И среднего размера такие капсулки, которые сможет проглотить, в принципе, любой нормальный размер капсул. Очень даже хороший. Потому что размер капсул все-таки тоже имеет для многих значения. Потому что многие не могут там что-то проглотить. Но здесь вообще все, в общем, нормально. Так что такая вот биологически активная добавка. Все закрыто, все запечатано. Все было очень герпетично, классно. Так что обратите на нее внимание. Если вы пили, конечно, поделитесь отзывами. Для всех это, конечно, очень полезно. Мы уже дома. Максим говорит, ой, так классно провели. Отличное время. Ну, конечно, отличное время проводится, когда оно проводится с делом. С пользой, с расстановкой, с покупками, с хорошим настроением, с позитивом. Это вам есть масса впечатлений. Конечно, время хорошо проводится. Сейчас покажу то, что купили. Плюс еще были в магазине FixPrice. Там еще кое-что. В общем, делалось то, что у меня осталось от помады на сегодня. Ну, в общем, сейчас буду уже раздеваться. И сначала вам покупки покажу. Что-то перейдет. Выли в Колинсе. Так, это мы репетишкам купили. Это вьетнамские соки с рамбутаном и с мангустином. У нас продают их по 80 рублей штучку. Так, что это вообще-то... В общем, я выбрал такие темные джинсы. Какие-то такие, в общем, джинсы. У меня, в общем-то... 3-490. Ну, в этом самом Колинсе, в общем-то, такие вот темные захотел купить. Вот это вот все синие-синие были. В общем, эти вот темные... Хорошо смотрятся, хорошо, приятно. В FixPrice, в общем, целый пакет. Так, целая сумка. Лавента. Конфета с вкусом, значит, сливочным. Еще с кокосовым есть. Упаковка. И говорят, что похоже вообще на Рафаэлла. Меня так это заинтересовало дело. Я думаю... Ну, попробуйте купить. Когда говорят другие, это одно. А когда попробовал самое, это другое. Правильно? Вот, в общем-то, я их купила. Потом. Что значит тут? Ой, что-то... Сумочка... Подводит. Так, вот такой вот ободок. 55 рублей. Ну, так красится. Может быть, куда-нибудь в прическу пригодится, когда... Под жемчугом. Ну, в общем, неплохо вроде такой. И на голову не давит. Был вот такой вот через бусину, да? Крупная мелкая. И был просто миленький бусин. Мне больше вот этот как-то понравился. Такой взяла. Следующее. Значит, вот такой вот горячий шоколад купили с ароматом сливок. Не знаю, не пробовала. 10 в США. В общем, надо попробовать. Кто пробовал, напишите обязательно отзыв по конфетам, по вот этим... По вот этому шоколаду. В общем, интересно. Потом, знаете, еще увидела вот такой вот сироп. Сироп из плодов аронии. Мне кажется, 77 рублей стоит. Сделано в Башкирии. Вот натуральный продукт. Значит, можно использовать как ароматная добавка в чай, кофе, пропитка для выпечки, топпинг в десерты, для мороженого и натуральный, может, газировка. Так. Ну, в общем-то, какой-то вот такой вот. Мне кажется, 77 рублей стоил вообще. Ароний черноплодный. Не знаю, черноплодка. С черноклодкой. Ну, в общем. Давайте посмотрим, что там внутри у нас. Дети мои говорят, по красоте все сделано-то внутри-то. По красоте. Да? Ну, и обычная такая бутылочка травы Башкирии. Ну, отлично. В Башкирии очень красивые. Травы красивые. Мы там всегда отдыхаем. Потому что граничим с Башкирией. Вот. Поэтому. Доверяем башкирским травам. Дальше. Что у нас тут? Тут, что тут Максим брал. Что-то я брала. Значит, липтон традиционный. Вот такой вот он взял упаковку. Так. Какие-то батончики. Это не я брала. Батончик мысли. Яблоко с корицей стройность. Потом вот такой вот кофе с шоколадом для энергии. Батарейки солевые. Мизинчиковые. Какие-то я такие еще не покупала. Это Максим все набрал. Какие-то. Что это у нас? Макароны? Что это? Макароны? Что это у нас? Как это правильно? А макароны изделия лапша гречневая. Это гречневая. А это у нас какие-то пшеничные мысли. Это я должна быть взяла. Я вот такие вот взяла. Штучки мне. Или я просил растение удовольствия и кислое мармелад. Они все с вами дегустировали. Они реально такие кислые, но прикольные. Так. Дальше. Так. Это у нас кофе с шоколадом. Еще один такой. Так. Это я там взяла попробовать на пробу с Айру. Ну, ни разу там не брала. Вообще, консервы в фикс-прайсе. Не знаю. Взяла с Айру. Напробовала. Так что. И все. Последний. Последний-последний батончик. Вот такой же зелененький. Ну, в общем, вот. Все покупки. Все покупки. Все сумочка. Обмельчала. Ну, в общем, вот такие вот. Всегка разные. Нужные-ненужные. Короче, покупки. Не знаю. Напишите, что пробовали. Про вот это вот. Про конфеты. Деревяшки. Ага. Настя говорит, деревяшки. Не, не деревяшки. В общем, вот такие покупки. Ну, все. Сейчас будем дальше разбирать. Ну, так смотрится ободок. Вот этот вот. Настя сказала, что... О, мам, такой красивый. Ты где такой купила? Я говорю, фикс-прайсе. Она говорит, не может быть. Я, говорит, думала. Я, говорит, думала. Ты, говорит, не знаю, где его купила. Я говорю, вообще такой шикарный. Пятьсот пять рублей. Красота неописуемая. Да? Да. Так что, в общем, вот так случится. Можно куда-нибудь в прическу вставлять. Вам не нравится. Как-нибудь. В общем, красивый. Так, я была сегодня в таком платье. Вот с таким замком. Начинающимся оттуда. В общем, он полностью расстегивается. В общем, ну, красавчик, красавчик. Ну, красавчик. Как в фильме, да? Знаете, такой фильм? А вот. Ну, в общем. Дешевый сердит, как говорится. Красивый. Илья не заценил, говорит, что-то как-то. Ну, они к этому платьют. Ну, я не сказала, что к этому платью. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»